МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Образовательный проект, который реализуется на базе этнокультурного центра, призван привлечь внимание к сохранению родных языков КМНС. Романтическая музыка при свечах. В Наринмаре решили возродить традицию музыкальных гостиных. Творческое объединение по интересам нашло горячий отклик среди горожан. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. За прошедшие трое суток в Ненецком округе выявлено 46 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. В числе заболевших 36 жителей Наринмара. Также зарегистрировано 10 привозных случаев из Санкт-Петербурга, Архангельска, Ставропольского края, Москвы, Волгограда и Сыктывкара, сообщают Управление Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу. Как сообщает Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО, сейчас на лечении в стационаре окружной больницы находится 26 пациентов с коронавирусной инфекцией. Еще 120 жителей лечатся на дому. В регионе зарегистрировано 89 летальных исходов от коронавируса. На учете в Управлении Роспотребнадзора состоит 591 человек. С начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 3645 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 3420 человека. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности. Работают посты эпидконтроля в аэропорту Наринмара, на посадочных площадках Нижней Пёше, ОМИ и НИСИ. Обязателен масочный режим. Введена система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий. Действует постановление главного государственного санитарного врача ПАНАО об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям. Бесплатное экспресс-тестирование для жителей села, выезжающих в окружную больницу. Вывоз оленины из окружных СПК в Наринмар в акционерное общество мясопродукты. Эти и другие вопросы обсудили в ходе еженедельного совещания главы региона с руководителями органов власти. Обеспечить жителей села, выезжающих в окружную больницу на плановое обследование, доступными бесплатными тестами на коронавирус. С этой просьбой жители округа обращаются к главе региона в социальных сетях и при личных встречах. Причем делать это экспресс-тестирование бесплатно. Мы сами их направляем в окружную больницу. Значит, должны условия нормальные создать. Что нам мешает это делать? По словам руководителя профильного департамента, с этой поставленной задачей медики справятся. Вопрос согласован. Еще одна актуальная тема, которую обсудили в ходе совещания – уборка города от снега. Жители города жалуются на то, что отдаленные городские районы и внутридворовые территории увязли в сугробах. По словам мэра Наринмара Олега Белока, основное внимание при уборке уделяется транспортным артериям для обеспечения проезда общественного транспорта. Городские коммунальные службы работают в три смены. По дворовым территориям у нас соотношение где-то, наверное, 30 на 70, где отвечает чистый город, а остальное у нас содержится силами управляющих компаний. То есть основная масса дворовых территорий на балансе управляющих компаний? Больших домов, да. А вот те, которые вы назвали микрорайоны, допустим, там Старая Кармановка, еще где-то, это в основном все-таки чистый город. Мы это называем междворовые проезды. Поэтому чистый город сейчас этим работой занимается и справляется. Где-то, я думаю, что это не больше, чем на оценку удовлетворительно. Больше всего нареканий, как выяснилось, к управляющим компаниям. Согласно статистике, они практически не вывозят снег с дворовых территорий. А поэтому уже в ближайшее время будут организованы рейды по качеству уборки с последующим привлечением управляющих компаний к ответственности. Еще один важный вопрос. В повестке заседания вывоз оленины из хозяйств округа и заключением договоров с акционерным обществом мясопродукты. Как заверил руководитель профильного департамента, планируется вывезти более 750 тонн мяса. В первую очередь из небольших хозяйств. Договоры с ними уже заключены. 24 января зимник Наринмар-Усинск закрыли для всех видов транспорта. Движение по зимней дороге из Неницкого округа в Республику Коми запрещено до 19.0025 января. Ограничения связаны недостаточной видимостью. Об этом сообщает МЧС России по Неницкому автономному округу. Напомним, в этом году обустройством и содержанием автодороги в Усинск занимается компания «Техносфера». Протяженность зимника чуть больше 30 километров. Он состоит из двух частей. Во вход нулевого и второго участка строящейся дороги. На зимнике есть пункты обогрева, теплые оболки, где можно согреться, поесть, поспать и принять душ. Уточнить информацию о работах, которые ведутся на зимнике, а также о состоянии и содержании круглосуточной зимней автодороги, можно по номеру телефона, который вы видите на своем экране. Когда одна смена заканчивается, заступает другая. Круглые сутки специалисты чистого города устраняют последствия снегопадов и метелей. Подробности расскажет моя коллега Наталья Дуркина. У истоков развития. Алексей Ляпин пришел в организацию еще семь лет назад. Занимал должность механика транспортного участка, а затем уже и главного механика. Обеспечивал бесперебойную работу коммунальной техники, которую использовали на содержании дорог и проездов. Техника, хоть и железная, она все равно ломается. В наших задачах ее быстро отремонтировать, вывести в строй. Так как у нас вся коммунальная техника в зимний период работает практически без остановки. И все работы по ремонту, по техобслуживанию, капитальный ремонт проводим в летнее время, стараемся, чтобы к зиме подготовить ее. И стараемся минимизировать поломки в зимний период. Сейчас Алексей занимает должность заместителя директора муниципального предприятия «Чистый город». Вся структура организовывалась, начиналась с 15-го года. И в таком виде, в котором сейчас, она дошла буквально в последний год. Была постоянная реорганизация, увеличение, сокращение, оптимизация штата. Техника увеличилась, допустим, различные виды техники. Здание новое у нас появились. И все улучшения налицо. Ежегодно обновляются комплекты спецодежды для сотрудников, а также инвентаря, инструментов и оборудования. В прошлом году для дорожных рабочих впервые было закуплено термобелье, чтобы ежедневная работа при минусовой температуре была более комфортной. Для ребят, которые работают удаленно от базы, это, например, микрорайоны Мирный, Новый поселок, закуплены комплекты тормозов для горячего питания, для напитков. То есть ребята во время обеда не тратят время на переезд в город, соответственно, на месте пообедали и продолжают работать дальше. Тем самым увеличиваем производительность рабочего времени. А также в прошлом году закуплено много инженерно-технического оборудования. Это дорожные рейки, нивелиры. Впервые за всю историю чистого города закуплено аккумуляторное оборудование. Это кусторезы, высоторезы, что позволит, невзирая капризы погоды, техническую сторону использовать данное оборудование при работах на благо города. На этом приобретение новой техники не заканчивается. Впереди у предприятия большие планы. Сейчас мы ждем поступления нового автогрейдера большого класса ДЗ-98. Он уже готов к погрузке, стоит на тралле. Ну и я думаю, что в течение недели данную технику должны привезти из города Челябинска. А также сейчас прорабатывается вопрос, чтобы приобрести, ну это уже ближе, наверное, к лету, погрузчик малого класса, типа АНТ, ну и, значит, автомобиль для перевозки сотрудников на базе автомобиля «Газель». С прицепом для перевозки еще, значит, вот этих мини-погрузчиков. То есть мы будем более маневренны, чтобы... Сейчас сотрудники чистого города работают 24 на 7. Выходят в три смены. В каждую из них на линии работает до 25 единиц техники. Последствия сильных метелей и снегопадов необходимо устранить, несмотря ни на что. Очень трудно представить. Я думаю, так же, как каждый горожанин скажет, как бы мы жили, если бы не было чистого города. И отдельно, если бы они не работали так, как работают сейчас, без всякого преувеличения, их точно можно называть силами специальных коммунальных операций. Потому что они находятся действительно на передовой. В них летят заряды снега и дождя, и пули снега, и того же дождя, и иногда еще и стрелы критики. И хочется сказать, что они очень профессионально и достойно справляются со своей работой. С нашей стороны создать те условия, чтобы люди именно чувствовали себя членами единой команды, единой команды горожан, и выполняли ту работу, которую они делают. С талантом и самодачей. Самое молодое муниципальное предприятие отмечает 24 января свой день рождения – 8 лет. Поздравить коллектив с праздником и вручить награды пришел мэр города Наринмара Олег Белак. Многие из тех вещей, которые они выполняют, они действительно уникальны на территории России. Это самая большая рукотворная горка, которую видели, как она оформили. И это оценивание не только горожанами, но и тех, кто сюда приезжали. Та же самая рождественская, крещенская купель. Я не знаю таких примеров, но ведь это делает тоже наш чистый город. Устанавливает балок и подводит освещение, и врезает купель, и убирает, и дежурит. То есть это целый комплекс мероприятий, которые делают одно учреждение. От укладки дорог до строительства мостовых, до подрезки деревьев. То есть это можно перечислять абсолютно универсальные бойцы, которые справляются с любой работой. Это и мужчины, и женщины. Это и молодые, и более зрелые. Но самое главное, что каждый из них является настоящим горожанином, который любит Наринбар. Телеканал «Север» присоединяется к словам благодарности в адрес коллектива «Чистого города» и поздравляет предприятие с днём рождения. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Телеканал «Север». В целях сохранения родного языка коренного малочисленного народа «Севера» на базе этнокультурного центра реализуется проект «Школа ненецкого языка Нинаевада». «Ненецкое слово». Проект организован при участии Ассоциации ненецкого народа СВИ. О том, как проходят занятия в материале Анастасии Явтысой. Ань, второго. Сегодня в школе Нинаевада состоялось первое занятие. Занятие проходит на ненецком разговорном языке, за основу которого взят канинский диалект. Он наиболее прост и понятен для начинающих. Уроки проводятся бесплатно для тех, кто желает укрепить свои знания ненецкого и тех, кто хочет изучать язык с нуля. Все дело в том, что мой отец коми-нинец, он свободно говорил на коми, на ненецком, на русском языке. Но в определенный период времени в истории нашего государства не принято было в семье говорить на национальных языках, малых народов. Поэтому он никогда в семье не говорил ни на ненецком, ни на коми языках. Поэтому я выросла в русскоязыковой среде. Но поскольку кровь во мне есть и ненецкая, то мне бы хотелось приблиться к своим корням и изучить ненецкий язык. Поэтому, когда я прочитала вконтакте объявления о наборе группы, я сразу позвонила и с удовольствием пришла на занятие. Немало людей изъявили желание изучать язык. В школе Нина Ивада в настоящее время обучаются 25 учеников. Среди них люди разного возраста, разной национальности и профессий. Поскольку я корреспондент национального журнала, мне часто приходится писать на тему культуры, про людей, которые проживают в тундре. И не знать язык – это очень сложно. Мне часто приходится обращаться к переводчикам или к маме, чтобы она мне пояснила, рассказала, как эту фразу перевести, как тут правильно сказать. И мне, конечно, этого очень не хватает, этого знания. Ольга Варницына является преподавателем в школе Нина Ивада. Родами золеневодческой семьи она свободно владеет ненецким языком. Ольга окончила Российский государственный педагогический университет имени Герцена по направлению родной язык и литература. Ольга Ивановна уже имеет опыт преподавания родного языка. Осенью этого года она проводила занятия для школьников из поселков Красное и Нальминоз, но только в онлайн-формате. Разница, говорит преподаватель, определенно есть. Также вот мы преподавали дистанционные заочные курсы для школьников. Дистанционно мы все делаем через интернет, и мы видим друг друга через, скажем так, камеру. И нет живого, скажем, общения, нет как-то такого контакта с детьми, с учениками. А когда занятия проходят очно, я могу подойти к ученику, посмотреть ему в глаза и понять, понял он меня или не понял. Вот я думаю, что так отлучаются эти занятия. И, конечно же, живые уроки, они намного лучше, чем дистанционные. Напомним, что финансирование школы по изучению ненецкого языка осуществляется за счет средств окружного гранта. Школа Нина Ивада стала своего рода первым проектом в округе по изучению родного языка для взрослых. Музыка без границ. В Наринмаре энтузиасты решили воссоздать музыкальное гостиное. Творческое объединение по интересам нашло горячий отклик среди горожан. Идею не просто поддержали, а предложили проводить такие встречи среди любителей литературы, поэзии и бардовской песни. Атмосферой музыкальной гостиной прониклась моя коллега Ольга Русул. Всего три инструмента. В репертуаре классические произведения, романтические композиции, популярные мелодии из кинофильмов 80-х. Любители музыки очень горячо отреагировали на возможность стать участниками гостиной. Буквально в тот же день, когда было объявлено мероприятие, свободных мест не осталось. На мой взгляд, в Наринмаре проведение таких вечеров очень нужно. Это расширяет кургозор наших жителей и способствует духовному, нравственному росту. И огромное спасибо Оксане Круленко за то, что организовывает и продолжает развивать вот эту музыкальную и творческую тему. А какую музыку Вы бы хотели услышать? Какие произведения? Я вообще-то любитель рок-н-ролла, но здесь будем классику слушать, насколько понимаю. Уютный зал, мерцание свечи и, конечно, прекрасная музыка. Идею проведения таких творческих встреч долгое время вынашивали музыканты. Потенциала достаточно, но не было помещения. Мы очень хотим, чтобы люди, которые придут на наш вечер, от всех проблем забыли все свои проблемы, забыли все свои невзгоды. Может быть, они сегодня откроют для себя новую музыку. Может, вспомнят что-то такое, что было в прошлом и навеет им наше выступление. Хочется тепла, романтики, позитива. Того, чего нам за акте хватает в последнее время. Музыканты говорят, что соскучились по зрителю, им давно не хватало творческого общения. Радости моей не было предела. Мы настолько соскучились по творчеству, по каким-то замечательным импровизациям, концертам, по всевозможным встречам. Поэтому это было воспринято с очень большой радостью, с большим интересом и, конечно же, с большим вдохновением. Идею проведения таких творческих вечеров поддержала бизнес-луман Оксана Курленко. Она помогла музыкантам с помещением. Случайно пересеклись и решили что-то придумать. А что-то придумать из сфер нам созвучных. То есть у меня есть ресурс помещения, а у Ирины Пудовкина есть огромная аудитория, которые хотят слушать классическую музыку, и сложную, и популярную классическую музыку, скажем так. И учителям, преподавателям очень необходимо тренировать свои навыки выступления. Им хочется быть на публике, а не все время учить. Им хочется, чтобы их оценили, их мастерство, и его сохранять, и расти, развиваться в этом. В планах организаторов творческих гостиных сделать их регулярными. А чтобы не прогадать, с репертуаром музыканты даже предложили гостям вечера заполнить специальные анкеты, чтобы указать свои предпочтения в музыке, чтобы следующая встреча была еще лучше. Студенты Ненецкого округа готовятся к одному из самых главных и веселых праздников. 25 января они отметят День российского студенчества. Накануне праздника для молодых профессионалов уже стартовали акции и флешмобы. Первое студенческое мероприятие – онлайн-флешмоб, где молодые профессионалы смогут показать и рассказать о своей студенческой жизни и о том, кем они сейчас работают. С 21 по 25 января у нас пройдет акция онлайн-социальной сети ВКонтакте под названием «Жиза». Эта акция проходит не только для действующих студентов, но и для бывших студентов под хэштегом «Где учился и где пригодился». Ну а в сам День студента 25 января Центром притяжения молодежи станет ледовый каток детско-юношеского центра «Лидер», где с 17.30 начнется развлекательная программа. На этом массовом катании мы приглашаем студентов. Вход будет по студенческим билетам в масочках. Там будут конкурсы, игры, танцы, розыгрыш призов с символикой молодежного центра. На этом мероприятия для студентов не заканчиваются. 29 января для всех любителей кино и сериалов пройдет игра «Кинозачет» в экзаменационной форме. Более подробную информацию о мероприятиях можно узнать на официальной странице регионального центра молодежной политики в социальной сети ВКонтакте. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.